Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я вижу, ты пробовал И вдруг женщина говорит ему фразу Ты не в тех трусах, старик Ты не сексуальный такой Не то в тебе А ты помыл руки вообще перед тем И вот какое состояние у человека, которому только что сделали два замечания Меня может это занозить Вы бы предпочли дать своему парню вольную на какое-то время И сказать, огульни-ка родной Иди И ты знаешь, Сереж, тогда ты был достаточно категоричен Мне даже некоторые подруги говорили Как ты справляешься с этими мужчинами Когда они себя так ведут Просто жестко было А сегодня придется быть достаточно самокритичными Мужчинам, мне кажется Не знаю, у мужчин есть поверье То есть своих ошибок не бывает Есть только чужие В том числе и в постели Получится ли сейчас как-то осознать все это И сказать правду Ну, Андрей, а ты хотя бы теоретически признаешь Что мужчины ошибки в постели допускают? Еще и какие? Ну, как и все, да Все же мужчины не люди Совершают Будем говорить сегодня об этом И тоже сразу намекнула И вы, женщины, тоже Сразу с ответом Да, да У меня здесь есть заготовленные ошибки в постели По мнению женщин Которые на эту тему общаются Ну, скажем так, заочно Мы будем считать, что в глаза друг другу Мы не говорим об ошибках наших мужчин Да, девчонки? Да, девчонки Грустно, грустно так У девчонок как-то грустнее взгляд, кстати Совершенно верно Но мы разберемся И нам станет всем веселее А насколько актуальна каждая ошибка Будете мужчины на себя примерять То есть были опрошены женщины Да, да Которые говорили откровенно Итак Когда он не принимает душ перед сексом Я готова кричать Как ни крути А запах бота Или вообще какие-то неприятные запахи Но ура уничтожает женское возбуждение Кажется, это даже британские ученые доказали Вот это из последних сил Девушка шутит в конце Ну Не говори так Не прикасайся ко мне Своими грязными ручищами Потом я полдня в душе отмываюсь Ну вообще, мне кажется Современные как-то мужчины Придерживаются политики Что как-то душ Он необходим перед сексом Это вот как-то Может быть Среди моих знакомых Говорим сейчас о гигиене Если вообще Да То нужно вообще мужчинам сказать Хоть раз в лоб Одну вещь Что нужно быть в рамках И это не касается только душа Это касается небритых подмышек Если хотите Это касается неподстриженных ногтей Это касается Невыбритости вообще перед сексом В этом смысле Должны быть нормы для мужчины Которые в постели Должны сохраняться Единственное что Ведь никто не отрицает Что есть женщины Которым нравятся небритые мужчины Здесь они Бритых не сказали Женщины, которые балдеют Балдеют от запаха пота И они возбуждаются Чистого Мужского А вы такое Чистого Мужского пота Вот Поэтому женщины Которые говорят Блин, как я люблю Когда пахнет потным мужиком Они лукавят немножко Пахнет, но не воняет Прозвучало как конем Это настолько избирательно И мужчины должны понимать Что нравится женщине И не нарушать эту грань Нравится ей, чтобы он был После душа Был выбрит Гладко выбрит Он должен быть таким Это условия Благополучного занятия любовью Об этом нужно прямо сказать? Как ты думаешь, Ир? Ну вот разок завалился Он немытый Второй раз не принял душ Перед сексом Ну как-то в деликатной форме Я думаю стоит на меня Ну вот как бы ты Андрею сказала Да, просто не надо толстокожим быть Понимаете? Ну у меня, слава богу С Андреем таких вопросов не возникает Вы вместе не спите? Нет Нет, мы спим вместе Простите я просто От имени всей страны Вы же знаете, профессиональный журналист Мы же вместе мы спим Нет, я понимаю, что Андрей по сути И Сергей Это немножко другие мужчины Чем те, о которых идет речь Вот в этой жалобе девчонок И надо сказать Вот еще что Конечно Все зависит от воспитания От семьи Я думаю, что еще мамы Ну не всегда папы Этим занимаются вопросом Мама должна объяснить Своим парням Сыновьям Какие-то основы гигиены Носки нужно снимать Когда ты приходишь Куда-то их там закидывать Принимать душ Какие-то другие вещи Которые, ну, кажется Ну, наверное, он сам поймет Но нифига не поймет Да, если мальчик С самого вот такого возраста Это слышат Это принято в семье Берет пример своего отца То таких проблем Не возникают в последующем Но мне кажется Все-таки никогда Не поздно начинать И если мужчина вдруг видит Что вот так вот Я сейчас еще не в настроении То может быть Один из вариантов Пойти помыться Или все-таки Ир, женщина скажет Ну, дорогой Ну, пожалуйста, сходи в душ Мне так нравится, когда ты мокрый Ну, можно его затащить в душ И сделать Хочешь, я тебя помою? Мы сейчас рассматриваем Секс И должны понимать Что мы Это происходит на разных этапах В совместной жизни Если в первые пять лет Все это еще Так То потом Десять, пятнадцать И может По внизходящему графику Уйти Приятие души И так далее И тому подобное В этом смысле Общая подтянутость Строится, естественно От требования женщины Тоже То есть Если она требует этого Если эта атмосфера Витает в воздухе Если это Это должно быть так Мужчина не нарушит это никогда Но если уже Женщина отпустила Эти дела Он будет, естественно В своем репертуаре Опять мы виноваты Мне интересно Просто Отказать сексе мужчине Можно, если он Не принял душ? Конечно Вот, Надя, смогла бы Ты сказать Не, я не буду с тобой Заниматься сексом Ты не принял душ? Именно так, да? Баллы не набрали Вот так вот Да или нет? Я думала, что да К сожалению Ну да, я думаю, что Сразу нет, все Секс отменился Нет, ну Нет, я думаю, что На самом деле Это решаемый вопрос Но если мужчина Категорически отказывается То почему Ему нельзя точно так же отказывать? Ну вот Он все Он уже в атаке Он уже возбужден Он идет вперед Но он же не хочет Чтобы тебя стошнило В этот момент Вот этот стоп Иди, прими душ И он в этот момент Остывает в душе И уже возбуждение пропадает Женщина, выбирай Грязный мужчина Или хороший секс Вот Нет, грязный Хороший секс Давайте дальше У нас топ-7 ошибок Которые, по мнению женщин Мужчины допускают в постели И на женщины Это ужасно огорчает Мой постоянно пропускает прелюдию Представь Ну как так можно? Мне же надо настроиться Вот так вот возмущаются женщины Займись со мной любовью Что? Думаю, это поможет В чем поможет? Ты издеваешься? Отвяжись от меня Раздевайся Нет Кстати, к Искорневу сразу, конечно, вопрос Мы видели эту прелюдию Как ты считаешь, все сделал правильно? Как в тайминге я уложился, нормально? Ну нам не все показали на самом деле Но возникали такие мысли, что ой, как хорошо все получается Ну на самом деле секс бывает разным Секс бывает диким, когда ни о какой прелюдии речи не идет Иногда хочется так в тантрическом стиле все это выполнить Поэтому, мне кажется, зависит от настроя, с каким ты рвешься в бой Я вообще считаю, что нет прелюдии или отсутствие прелюдии Это неправда Не может быть секса без прелюдии Единственное, прелюдия может происходить внешне Но, как правило, еще чаще у мужчин бывает она внутри Он сам себе надумал, завел себя Забыл А я где была? Вот, мысли, мысли, что на нас возбуждает больше всего? Наши собственные мысли, наши собственные фантазии Я уже нафантазировал, ехал домой Представил себе, что... А она варит борщ в это время И забыл, да, что я забыл сделать? Я забыл ее завести Я даже подозреваю, что есть женщины, которые никогда не сталкиваются с такой проблемой Возможно, это от женщин зависит И те, кто жалуются на отсутствие прелюдии, как-то сами в этом виноваты? Ну, мне кажется, что, наверное, если это не случайная связь, да То женщины своего мужчину чувствуют Можно даже определить по тембру голоса в телефоне И, ну, что-то себе уже там тоже начать фантазировать Конечно, будет обидно, если это и ошиблость Если он просто хотел есть Да, он просто хотел борщить И аж урчал Нужно выяснить, что возбуждает вашу девушку Уже исходя из этого, строить интимную жизнь с ней Я предлагаю не выяснить, а почувствовать Мне кажется, это более правильно Ты знаешь, что в некоторых вещах нужно все проговаривать То есть можно почувствовать, а ты думаешь одно, а у нее на самом деле совсем другое в голове А есть категория, кстати, людей, которых очень возбуждают такие вот разговоры о сексе Именно в такой вот жесткой форме Поэтому тут уже, как бы, я считаю, дело вкуса пары Но это все, вот это уже психология чистая То есть мы к чему пришли? Что прелюдия может быть очень разная Присмотритесь к своему мужчине Может, у вас была прелюдия Просто вы этого не поняли Или вы пользуетесь не теми мужчинами? Эх Нет, давайте скажем правду Вот сейчас для тех, кто живет уже вместе 20, там, 8-15 лет и так далее То есть, во-первых, не бросайте такое занятие, как танцы Не забывайте приглашать свою супругу иногда вместе танцевать И вообще ходить в те места, где танцуют Танцы исконно, изначально, это игры, именно игры любви Вообще сами танцы очень хорошо влияют вот на этот сектор мужской деятельности Кровообращение в малом тазу, друзья, это важнейший фактор Не забывайте это называть Давайте прервемся на кофе Оказывается, всего одна чашка кофе в день ускоряет обмен веществ на 3% Тем самым увеличивая способность организма к сжиганию жиров А все потому, что в кофейном зерне присутствует хлорогеновая кислота Без которой не обходится процесс построения белка Все начинается с Нес-кафе Следующая ошибка мужчин, которую они допускают в постели, по мнению женщин Секс по расписанию Знаешь, если бы я с моим мужем подписывала брачный контракт, то он бы там обязательно указал график для супружеского долга С понедельника по четверг в 22.00, в пятницу в 23.00 А по выходным ни минутой раньше, ни минутой позже, ровно в 9 утра Прямо армейский распорядок Я думаю, во-первых, цикличность существует, мы не можем этого отрицать сейчас И в физиологии женщина она есть Речь идет о мужчине Ну, я говорю о мужчине сейчас, потому что он должен это учитывать Естественно, все понимают в момент ПМС и так далее, то есть состояние женщины одно Когда проходит цикл, то есть идет подъем после этого А что ты вот опять переводишь стрелки на женщину? Нет, и мужчина должен это понимать Так Это уже влияет на цикличность секса в отношениях, правильно? Человек, который это отрицает, значит он обречен на поражение периодически Потому что он нарывается на женщину, у которой вследствие ее физиологического состояния Она не хочет заниматься сексом Она не может заниматься сексом Сейчас она не в том состоянии Значит нужно на тормозах мягко все это Либо какую-то форму секса принять, то есть выбрать Мягенькую Да, как-то, знаете, полуэротика и так далее То же самое и женщине сделать следует На самом деле отправьте своего супруга в спортзал Потому что в дни силовых тренировок очень повышается тестостерон И потом просто вот сумасшедшее качество секса Поэтому можно регулировать вот и таким образом Да, но мне кажется, что лучше даже по расписанию, чем вообще полное его отсутствие Сейчас захлопали те, кому за 45, это точно Наденька, знаете, что я хочу вам предложить? И вообще женщинам сказать, а давайте обижаться Давайте обижаться на мужчин Если вот это происходит, прям обижаться И говорить ему, нет, я тогда пересплю с другим мужчиной И вот мне кажется, что нужно эмоционально реагировать То есть мужчину, так сказать, сдвигать его, сталкивать, заставлять его волноваться, заставлять его ревновать регулярно Вызывать у него чувство ревности Чувство ревности в начале, гнев, потом возбуждение Это очевидно совершенно Сегодня не смог, сказал, все, завтра я иду на свидание с другим мужчиной Великолепная вообще картина супружеской жизни Можешь спать Ты хочешь сегодня в 9 утра? Так я в 8 уже буду на свидании с другим Это куда мы придем? Вот да, черт возьми, это круто Мужчины сказали, можно Следующая ошибка Я бы выкинула все его носки Вот представь, в ночь любви он раздевает меня Снимает свою рубашку, ремень и брюки, нижнее белье И бросается на меня в носках Я не могу понять, к паре мужских носков что? Придается уверенность и сексуальность? А если он еще в белых носках? У меня такое впечатление складывается, что сегодня праздник такой А если он в белых носках и в сандалиях еще? А это так ты тоже делал? О, носочки оставлю, я без них стесняюсь Отлично, я не любительница мужских стоп Отлично Носки, вот когда бы мы не говорили о том, что делают мужчины неправильно Носки все время проявляются, да? Вот они все время из какого-то шкафа выскочат На самом деле это какое-то клише, которое циркулирует из рейтинга в рейтинг Сказал, из корни, в которой сидит без носок Ну то есть, чтобы не совершить ошибку во время сочинения Ну кстати, я люблю какие-нибудь там веселые носки Мне кажется, что это вполне такое Да, периодически мне присылают фотографию Мужчины просят одевать женщин чулки Ну у всех свои фетиш, а почему нет? Естественно, и есть женщины, которые любят Причем есть мужские носки, которые на подтяжке вот здесь Вы помните вот эту вот итальянскую версию? О, Ира сказала ужасно Вот это самое интересное место Ир, все-таки же это ужасно Вот эта картина, да, только представь Не просто носки, а носки на подтяжках Да, еще такие маленькие, коротенькие ножки Такие волосатые и кремные Боже, где ты насмотрелась? Это Дэнни Дэвид она описывает, мне кажется Почему мужчина это делает? Вот мы когда обсуждаем, ну говорим о мужских ошибках Хочется выяснить, почему мужчина это делает? Зачем ему в носках оставаться? Просто очень торопится Нет, но если это ситуативно, мы все понимаем То есть когда все экспансивное, то есть занятие любовью Он не успел снять носки и так далее Бывает такая атмосфера Бывает же, в принципе, и женщина находится в махровом халатике А не в чулках, да? Это тоже некий шарм и ощущение И она может находиться в белых спортивных носочках И мужчина тоже не станет снимать с нее это Потому что, возможно, именно это его и возбудит Ну, белые спортивные носочки на женских ножках Смотрятся как-то посимпатичнее Поверьте мне Носки натянуты практически там до середины икры Еще и какого-нибудь Нет, но мы не говорим же О черных носках, мы не говорим Которые из кирзачей были вытащены и он пошел Мы же говорим, то есть о том, что он остался в носках Каких-то носочек? Ира, предположим, так случилось Что ты скажешь этому мужчине? Секс будет? Ну, если ты хотела этого Это не трагедия Если я хочу мужчину Если это регулярно То там можно как-то, я не знаю, в форме игры Раз их снять с него, второй раз Я так понимаю, что это не ошибка мужчины Это предвзятое отношение женщины Ну, я думаю, что это решаемый вопрос Ну, вот сейчас, наконец-то, настоящая проблема Да Он думает, что существует только он и его эго Он ничего не отдает взамен Что делать? Подскажите Опять же, если это случайная связь Да, это одно Если это отношение То здесь нужно работать Потому что, ну, если женщина не будет удовлетворена от секса Длительное количество Лет Лет Да, от этого брака ничего не останется Поэтому тут, опять же, либо надо учить его Либо говорить, либо То есть работать придется опять женщине, я так чувствую Но смотря кто не получает фидбэка То есть кто не получает удовольствия, тот и работает Тот должен понять, как его получить Так, Ирочка Ну, да, тут, наверное, действительно такой момент, который нужно обсуждать Садиться Потому что, ну, другого выхода тут нет Тут никакими намеками, полунамеками Там, какими-то такими полутонами не обойтись Мне кажется, что вот это реальная проблема Это не носки Я считаю, что мужчина должен осознавать, что удовольствие от секса заключается не только в, собственно, да, в каком-то процессе завершения, естественно Но и в том, что ты дальше чувствуешь, что в данный сегодняшний момент твоя женщина тоже получает удовольствие И тебе, как мужчине, это и приятно, и, ну, ты чувствуешь какую-то дополнительную силу Что это не просто вот какая-то физиология, но это то, что называется заниматься любовью Все равно есть какая-то вот, какая-то химия, да, в том числе сексуальная И не всегда так бывает, что вот идеальная постель, но идеальная в жизни Иногда вот бывает, что идеальная совместимость, да, сексуальная, но вот в жизни как кошка с собакой И постоянно идет какая-то вот какая-то грызня, и из этого ничего конструктивного не получается Ну, вот это причина подумать Или найти такую женщину, с которой у тебя и в постели, и не в постели идеально складываются отношения Да, ну, либо делать другие выводы, что ты не строишь отношения, а занимаешься исключительно получением удовольствия от партнера Можно ли считать, что тебе не понравилась Яна в постели, и поэтому ты решил выбрать Аню? Наши отношения с Яной никак не связаны с постелью Наши с Яной отношения связаны с тем, как мы ладили, да, как мужчина и женщина и вне проекта, и вне постели Скажем так Если я вижу, что моя подруга не испытала оргазм, или не задумываюсь испытывать ли она оргазм Я жду, когда я испытаю скорее оргазм, чтобы откинуться и закурить сигарету, и расслабиться, и так далее То скажите мне, есть ли у меня те же отношения с ней, которые, возможно, были в начале Или есть ли у меня то трепетное отношение, и любовь ли это Следующая ошибка мужчин в постели, по мнению женщин Знаешь, мне иногда кажется, что я в постели с мужем, как какой-то конструктор или кукла Он вертит, крутит меня непонятно как Такое впечатление, что за раз он решил перепробовать все позы из Камасутры Вот только мне об этом забыли сказать Другая девушка подключается Это еще что? Мой иногда вообще включает особый фильм или просто футбол И все внимание в экран А ты, дорогая, мол, как хочешь Да что вообще с ним происходит? И, наконец, а мой как-то по телефону даже болтал с другом А если я в этот момент маме своей позвоню? Это спрашивает девушка Что происходит? Почему мужчина так поступает? Ну, на самом деле, если уже, то есть, как бы, если вы продолжаете какие-то эксперименты в постели, разве это плохо? Если эксперименты должны взаимными, не потому что мужчина вдруг вздумала или женщина вдруг вздумала Как-то вот внезапно разнообразить свою жизнь Это как-то надо спланированно делать Но если вы не любите секс в носках А он регулярно вам это предлагает, значит, будет проблема Мы тоже сейчас обсуждаем вариант женщины, которая возмутилась Он меня крутит, как конструктор А некоторые мечтают, чтобы их крутили Нет, но есть тип женщин, которые любят подчиняться И эта же проблема, она не столь физиологическая, сколько психологическая И женщина, над которой мужчина там доминирует и так далее Ей в кайф будет, если мужчина говорит ей, что делать На самом деле, вот эта вот ситуация, которую там вот озвучивали дальше Там маме позвоню, а если я маме позвоню по телефону Мне кажется, что это, ну, разовая акция, если это можно так назвать Это, наверное, речь, что о том, что мужчина отвлекается То есть у женщины впечатление, что ему не очень интересно Как говорится, в полруки То есть это во время секса он футбол смотрит? Ну, да Голову убери А то мне не видно, да? Мне кажется, ей нужно вечером одеть футбольные гетры как-нибудь Майку донецкого шахтера Если он болеет за киевское Динамо, да? Так И сказать ему, ты проиграешь мне сегодня, сопляк Застранишь И он Не снимает с нее форму донецкого шахтера Вперед, да? В итоге получается, что, наверное, мужчине просто неинтересно с этой женщиной Вы знаете, женщина может на самом деле соответствовать Да, конечно Пусть она учится говорить о футболе с мужем Пусть она будет в теме Пусть она покажет, что она понимает это И тогда поговорить с ней о футболе Он поймет, что вот он, свой человек С которым можно заняться любовью Общие интересы Общие интересы Обязательно должны быть Ревность Ревность гениальная Ревность, друзья Я согласен Прямо на глазах у него Флиртовать с другим мужчиной Не наказуемо Не наказуемо Не наказуемо И на тебя действует, да? На меня действует ревность очень сильно Причем я очень сильно бешусь Ревную Ну и я прекрасно, то есть как человек Неотделенный от науки Я понимаю, какой в результате потом происходит Поток энергии Сексуальной активности и всего Это энергия Женщина, которая Заходя в комнату Привлекает внимание Десяти мужчин Своего мужчину заставляет волноваться очень И ее энергетика заставит его возбуждаться И желать ее Хоть до семидесяти лет Ну, я думаю, что женщина Прежде всего должна Любить себя Если она В достаточной мере любит себя То ей обязательно Полюбит окружающий И из этого вытекает Все остальное Внешний вид Поведение Шутка Как вот, да, она зашла Как она посмотрела Ну, мне кажется, что Нужно не бояться На эту тему разговаривать И не опускать руки И если вы чувствуете Что что-то идет не так То нужно пытаться Налаживать Все эти моменты Не опускать ни в коем случае руки Иначе опустится все остальное Да На этой оптимистической ноте Я хочу закончить разговор О мужских ошибках в постели Тем более, что я поняла Наверное, как и вы Мы не ошибаемся Мы просто живем А для того, чтобы наша жизнь Была интереснее и сексуальнее Нам нужно просто помогать Друг другу И общаться друг с другом Я рада, что вы были у меня в гостях Сегодня Спасибо вам огромное Приходите еще Счастливо Встретимся завтра И все будут добры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому